В первый раз, когда немцы сюда пришли, мы создали здесь подпольную вроде организацию. А как мы дадим присягу, как мы поклянемся, что будем бороться, не продадим. Мы зашли в каменоломный, поели светлячков по одному, вот это наша была клятва. Вроде играли, мы и думали, что жестокая такая война, хотя я первый раз уже знал, что это жестокая. Причем на малых глазах очень много расстреляли людей. Это предсмертное интервью последнего защитника джимушкайских каменоломен Михаила Радченко. Записано оно в феврале 2017 года. Спустя три недели участника Великой Отечественной войны не стало. В своем обращении ветеран говорил скупо, но эмоционально. О прошлом и будущем, для того, чтобы помнили и были готовы. Этот человек пережил реальный ад. Он не пал духом и смог пройти такой тяжелый путь. Ему было 14 лет, даже был меньше меня. Он изо всех сил пытался помогать нашим воинам. Мне кажется, нынешняя молодежь бы не смогла вообще пережить это все. Я думаю, мы бы все равно справились. Вот теперь мы точно знаем, за что мы ненавидим фашизм. И кланяюсь я, как святынь и паломник, разрытым, растерзанным каменоломнем. Я обращаюсь к вам, я прошу, дорогие мои, не обижайте мертвецов Аджимушкая. Это люди оставили жизнь, борясь с немецко-фашистскими захватчиками. Весной 1944 года Крым был полностью освобожден от фашистских захватчиков. К Михаилу Петровичу было 16 лет. Истощенный, но не сломленный, юный защитник Отечества уже тогда принял решение, что посвятит всю свою жизнь сохранению памяти о героях Аджимушкая. Он работал здесь, водил экскурсии в подземелье Аджимушкайских каменоломен. Очень много у него было таких вот воспоминаний. Но самой главной своей заботой он считал рассказ о подвиге своих товарищей по подземному гарнизону. Его весь рассказ, конечно, очень тронул душу. Честно говоря, я вот не знала, что вообще существует такой герой. То, что он один из последних, как бы, выживший вообще в Аджимушкайских каменоломнях. 80 лет прошло. Сменилось несколько поколений. Сегодняшняя молодежь мало знает о тех страшных и одновременно героических событиях. Посмотрите в их глаза. Этим ребятам столько же, сколько было Миши Радченко и его друзьям в далеком 1942 году. И сегодня они здесь, чтобы пройти путь тех, кто отдал свои жизни за их будущее. Были люди, которые были способны совершать подвиги не ради себя, ну, не ради какой-то славы, а просто для того, чтобы в будущем мы смогли жить в мире и в гармонии, где не будет такого же, через что прошли они. Практически эти люди похоронили себя заживо. Они нас слышат, они нас по всей видимости видят и дают нам возможность вот ведения этих экскурсий, потому что они, наверное, тоже считают, все должны знать о том, как они сражались там, в подземелье. Такая тишина внизу, что слышу движение крови в собственной аорте. Такая тьма, что страшно самому. Ребята, мы с вами находимся в центральных Аджамушкайских каменоломнях. Образовались они в XIX веке в результате добычи известняка ракушечника. В годы Великой Отечественной войны такие выработки становятся очагами ожесточенного сопротивления врагу. И сейчас мы с вами окунемся в атмосферу 1942 года. 15 мая 1942 года передовые части немецко-румынских войск ворвались в Керчь. Противник вновь оккупировал город. Основным силам Крымского фронта удалось эвакуироваться на Большую землю. Их отчаянно прикрывали бойцы полковника Павла Ягунова. Но силы были почти исчерпаны. Защитники спустились в каменоломни Аджамушкая. Так образовался подземный гарнизон. Полк обороны имени Сталина. 18 мая в каменоломни спустилось от 10 до 12 тысяч военнослужащих. Здесь также находилось и несколько тысяч гражданского населения. Немцы сильно бомбили. Люди забирали весь свой скарб, корову, бассейн, то другое и уходили. Ну и когда я пошел, только зашел в хату, а тут немец. Я как ударил его в грудь. И он полетел туда на сундук, а я текаю через огороды и бежу до колодца, до сладкого до этого. А Румин стоит, поет лошадей, каменоломни текают. Ну а почему-то что? Я уже потом понял, что если бы я бежал по верху, он меня бы застрелил. А немцы-то за мной следили и хотели поймать. Спускались сюда целыми семьями. Естественно, с детьми их было достаточно много. Ну а мальчишки вездесущие, как всегда, они, конечно же, стремились помогать нашим бойцам подземного гарнизона. «Продержаться до возвращения Красной Армии!» Таков был приказ Ставки защитника Маджимушка. В подземелье установили строгую военную дисциплину. Личный состав разделили на три батальона. Заработала система управления гарнизоном. И теперь линия фронта стала проходить по входам и выходам из каменоломни. За такой стенкой находились бойцы с огнестрельным оружием и гранатами. Как только враг врывался в темные штольни, по нему тут же из-за стенки открывался огонь. Командование вермахта понимало, что иметь такой большой очаг сопротивления у себя в тылу опасно. Штурмом взять каменоломни враг так и не смог. И тогда немецкое командование, чтобы раз и навсегда покончить с подземным гарнизоном, пошло на чудовищное преступление. Для этого вызывают специальную команду СС из Берлина при поддержке 88-го саперного батальона под командованием Фрейлиха. И 24 мая 1942 года ранним утром людей стали травить газами. Никто такого не ожидал. Всем, 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 народам Советского Союза, мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся. Это текст знаменитой радиограммы полковника Ягунова, облетевшей весь мир. Ну, когда немцы в первый раз вкачали газ, это ничего. А вот когда второй раз вкачали газ, это было сплошное. Так вот глянешь, не видишь своей руки. Ну, буквально все, такой сплошной. Они ставили авиационный мотор, и это вот, на авиационном моторе дували туда. По действиям сквозняков газ покидал каменол, но он оставлял такую желтую пелену. Когда командование подземного гарнизона издает приказ о том, чтобы гражданское население покинуло каменоломни, чтобы спасти их жизни, конечно же, мальчишки остались здесь. Вот в своих воспоминаниях Михаил Петрович говорил, ну, как это так, мы выйдем? Нет, мы остались тут с Колей Данченко и помогали. Миша Радченко хорошо знал каменоломни, да они и в вылазках принимали участие. Мальчишки старались помочь, чем только могли. Первая газовая атака только в одном батальоне унесла жизни более восьми сотен защитников. Потери были страшные. Ситуация требовала принятия незамедлительных решений. Теперь в тупиковой части Штолин, где не было совсем сквозняков, стали делать загородительные стенки из камня толщиной в метр. Изнутри затыкивали все щели, землей, терсой, бумагой, тканями, все, что было, и оставляли один узкий проход для одного человека. Его завешивали плащ-палатками и одеялами. Как только теперь начиналась газовая атака, все уходили в газоубежище. И после этого газ уже никакого вреда людям под землей не приносил. И тогда фашисты придумали новый метод убийства людей. Над каменоломнями бурили ямы глубиной до трех метров, спускали в них большие авиационные бомбы и подрывали их. От взрывов обваливалась кровля, погребая под собой десятки людей. От взрывной волны под землей сносила сног. Из ушей и носа шла кровь. Некоторые сходили с ума. Но постепенно люди с хорошим слухом заметили, что взрывом предшествуют вот эти звуки бурения на поверхности. И вот слухачи стали предупреждать всех остальных об этом и уводить в безопасное место. Мурашки по коже бегали не только из-за холода, но и из-за всех ощущений, которые проживаешь, когда это все слушаешь. Страшно, это очень страшно, потому что, ну, не знаешь вообще, что может произойти в любой момент, но тут в то время. Страх, ужас, холод. У них не было удобств, которые в то время у них были не в каменоломнях. Вообще я не представляю, как можно было тут жить. В первые дни обороны в каменоломнях было электричество. Его провели еще летом 41-го года, когда здесь от бомбежек пряталось мирное население. Электричество вырабатывали генераторы двух тракторов. По воспоминаниям жителей катакомб, под землей даже фильм показывали. Сминарка и пастух. Но вскоре технику засыпало обломками и каменоломни погрузились во тьму. Что делать? Брали автомобильные резиновые шины, резали их на тонкие полоски и поджигали. На местах стоянок стали делать лампы из гильзы снарядов. Туда заливали отработанное машинное масло и поджигали. Ну а в длинных центральных коридорах вдоль стен натягивали трофейный телефонный немецкий кабель. Перебирая его руками, шли уже туда, куда им было нужно. Довольно страшно, когда ты видишь те места, где жили люди и жили в полной кромешной темноте. Очень тяжело было, мне кажется. Некоторые дети даже сейчас без телефона не могут. Я не могу представить. Мне кажется, я бы три дня не продержался в таких условиях. Когда не было колодца, каждый день одного человека выдавали по одной столовой ложке воды. Отсутствие воды стало самым сложным испытанием для подземного гарнизона. Своих источников не было. На поверхности, рядом с катакомбами, находились два колодца, сладкий и соленый. Но за каждый глоток этой воды приходилось платить слишком большую цену. Чтобы набрать воду из колодца, собирали отряд примерно в сто человек. Они выходили на поверхность, делились пополам. Одна половина занимала круговую оборону и вела бой. Вторая половина в это время выстраивалась в цепочку и передавала ведро от одного к другому. После таких вылазок возвращалась меньше половины людей. Бойцы говорили, за ведро воды мы отдаем ведро солдатской крови. Вскоре доступ даже к этому источнику был закрыт. Фашисты закидали колодцы различным хламом и трупами людей. А позже и вовсе их подорвали. Так вот, они ходили по каменоломням, Миша Радченко и Коля Данченко, и обнаружили какие-то лужи. Что они делали? Они взяли тряпку, накладывали туда эту грязь, скручивали, как пресс, выжимали, и оттуда текла такая темная-темная жидкость. Но опять-таки это была не вода, а грязь. Но вот ребята ее пили, потому что очень хотелось пить. Ценилась буквально каждая капля жидкости. Ведь она могла спасти чью-то жизнь. Для сбора и дальнейшего распределения воды по гарнизону создали специальную службу. Бойцы часами собирали живительную влагу с камней водокапов и даже высасывали ее губами. За два часа такого высасывания можно было набрать около литра воды. Тело просто немело, лицо царабалось, губы распухали, а эта мелкая крошка терса, она просто забивала легкие. И зачастую, когда такую воду сдавали в службу водоснабжения, она имела красноватый кровавый оттенок. И только к середине июля проблему с наличием воды в гарнизоне решили. Раз и навсегда кирками, лопатами, кто чем мог защитники катакомб Аджимушкая вырыли собственный колодец. 14 метров в глубину это надо постараться, это очень сложно, мне кажется. когда ты видишь те места, где жили люди и жили в полной кромешной темноте, без ничего, без еды, без воды, и это внушает такой трепет и также благодарность тем людям, которые были в этих каменоломнях и не сдавались. Они ведь сдерживали здесь два с половиной немецко-румынских полка. Кроме всего прочего, именно наш Аджимушкай сумел своими боевыми действиями сделать так, что немецкое командование не смогло провести летом операцию по высадке десанта на Тамань. Они это сумели сделать только 2 сентября 1942 года. 3 июля мы приняли по радио, что был сдан Севастополь. В это время вы, наверное, по истории помните, под Ростовом немцы прорвали фронт и ушли к Сталинградам и туда на Кавказ. Полковник Ягно собирает совет. Что будем делать? Надежды на спасение больше не осталось. Осталось лишь одно продать свои жизни подороже. И тогда решили отомстить врагу за Севастополь. И в ночь с 8 на 9 июля все боеспособные части вышли на поверхность и дали бой врагу. Враг не ожидал, отступил из-за Джимушкая. Целые сутки поселение было под полным контролем подземного гарнизона. Но удерживать его сил не было. Собрав богатые трофеи, бойцы вернулись обратно в катакомбу. Больше всего впечатлений произвело то, что в таких казалось бы невыносимых условиях не сдавались и боролись до самого последнего. И это заставляет о многом задуматься. Там мне больше всего запомнился госпиталь, потому что я был очень удивлен. Я думал, что здесь максимально все было плохо с этим. А оказывается, даже была операционная. В столь человеческих условиях люди спасали жизни других. К августу 1942 года госпиталь опустел. Полевая кухня, которую в начале обороны солдаты на своих плечах занесли в каменоломни, тоже стало бесполезно. На ней уже нечего было готовить. В катакомбах начался голод. Люди стали умирать. Единственное, что оставалось здесь у бойцов, это сахар. Им нечего было есть, и они стали ловить крыс. Вываривали ремни, делали вылазки на поля по 4-5 человек, терли вот этот овес и ячмень. Рвали лебеду. Причем это было все в большой секретности, потому что бойцы боялись, что немцы отравят траву, отравят овес, но надо сказать, что многие из-за таких походов и не возвращались. Принимали бой, покуда продукты были. Фашисты потом обколесили весь этой каменоломни дважды колючей проволокой. И уже в конце августа, вот сейчас они, они всю траву, ну можно же было там травли нырвать, покушать, а то они все сожгли буквально. И через каждые 7-10 метров поставили блиндыши. Активные боевые действия прекратились полностью. А к концу сентября из многотысячного подземного гарнизона осталось всего 26 человек. Все истощены голодом, с трудом передвигаются, сил хватает только чтобы защищать входы и выходы из каменоломен. Для часовых на постах придумали сигнальный ровик. Его рыли от стены до стены, засыпали разным звенящим хламом. Как только кто-то посторонний появлялся в каменоломнях, он попадал в этот сигнальный ровик, создавал шум. Часовой спрашивал пароль. И если чужак не мог назвать этот пароль, его могли тут же расстрелять по закону военного времени. Ну, я когда стоял на посту, слышу шорох и темнота. Я спрашиваю, кто идет? Ну, потом я говорю, пароль. Ну, меня сказал, я понял уже, что это батальонный комиссар дяди Ваня. Подошел, подложил мне руку до кота и говорит, Миша, ты должен сегодня покинуть каменоломни. Почему? Потому что решение было, уже ж кушать нечего, а живые люди, они жить хочут. Я так на него глянул, ну, куда ты меня посылаешь? Я еле-еле передвигался уже. Приказ не обсуждается. Пойдешь до Коли Данченко, оденешь его костюм, у тебя туфли отцовые хорошие еще и в этой туфли. Ну, я ушел и встретился с братом. И когда я его поцеловал, так он три года меня проклинал. Не проклинул, а ругал. Зачем ты меня поцеловал? Вот запах трупа от тебя слышно. Вот я и сейчас даже ощущаю. Высшая через несколько дней Миша был отправлен в тюрьму и родители сделали все для того, чтобы его вытащить оттуда. Но три недели все-таки ему пришлось там провести. С 29 по 31 октября фашисты предприняли очередную попытку штурма катакомб. Лучшие немецкие подразделения с поисковыми собаками спустились в каменоломни и после короткой перестрелки на поверхность вывели всего семь человек. Гарнизон пал, но не был побежден. 170 дней и ночей ежесекундного беспрерывного подвига. На стене сохранилась надпись «Здесь могила героям, павшим в боях за советскую родину». Все-таки захватывают дух от вся эта атмосфера тех годов. Страшные очень. Напугали множество захоронений, больше всего напугала детская могила. Если бы такое произошло сейчас, наверное, было бы очень тяжело всем людям. Я думаю, мы бы все равно справились. Мы одна огромная, прекрасная, дружная семья, страна. таки мемориалы и комплексы очень важны для поколений, потому что детям важно и нужно рассказывать о прошлом. Чтобы не уподоблялись другим людям, которые забыли и начали опять возвращаться к фашизму, не зная, что это такое. Сегодня как раз наши воины продолжают вот эти традиции тех, кто сражался здесь 80 лет тому назад. Встать. Страна велит нам почести воздать великим мертвецам Аджимушкая. Если бы у меня была возможность написать письмо защитникам Аджимушкая, то я бы написала, что я бесконечно благодарна им за то, что они своим примером могут научить наше поколение реальным ценностям. Рассказал бы, наверное, о нынешней жизни, о нынешних технологиях и поспрашивал бы о делах на фронте, как все это происходит. Постарался их поддержать, попытался бы максимально им донести, что победа скоро и что эта победа изменит наш мир к лучшему. Я бы написал спасибо за то, что они рисковали своими жизнями ради Пупет и ради будущего. Если бы они тогда не отстояли нашу Керчь, нас бы, возможно, и не было. И то, что мне стыдно за многих моих ровесников, которые не понимают, что такое ценить свой дом и родину и извиниться за многих. Сегодня жизнь тоже не очень простая, тяжело, но мы молимся, ждем нашей победы и верим в лучшую. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова